Привет, народ! С вами Фликер, и походу меня серия игр Амнезии никак не отпустит. И спасибо большое автору канала ФИЦ за рекомендацию. Сегодня мы будем начинать играть в Амнезию A Machine for Pigs, то есть машины для свиней. Это достаточно старая часть, причем создавалась она вроде как немного другой студии. Графон здесь достаточно старый, но не суть. Здесь важен именно сюжет, на который мы сегодня посмотрим. Обязательно поддержите меня большим пальцем вверх, если вам интересны видео с вебкой. С вебкой в основном я снимаю различные хорроры, потому что здесь реально можно посмотреть на эмоции мои. Итак, зайдем в настройки предварительно. Стиль активной иконки, по умолчанию, прицел, подсказки. Давайте все это отставим. Так, по управлению присесть, пригнуть, фонарь. У нас здесь фонарик будет. Прикольно. Блин, такой прям жуткий этот звук. Что ж, давайте начнем. Начать новую игру. Да. Отправимся туда. Кто не смотрел мое полное прохождение Амнезии Возрождения, я для вас оставлю обязательно в подсказках и по ссылке в описании вы можете перейти в плейлист и ознакомиться с полным прохождением последней на данный момент или крайней части Амнезии от компании Frictional Games или от студии Frictional Games. Дело в том, что это инди-разработчики, это небольшая студия, хотя, наверное, инди-разработчиками их не назовешь, потому что они достаточно давно на рынке. Скажем так, это не ААА-проект, а, наверное, проект класса B, мне кажется. Что ж, посмотрим, что из себя игра представляет. Я все так же с вебочкой постараюсь вам все самое интересное показать. Итак. Звук здесь. Тот, кто превращается в животное, избавляется от боли быть человеком. Сэмуэль Джен... Джонсон. Но звуки здесь такие. Чувствуется, что... Папочка, папа, не убивай меня, пожалуйста. Ух ты. А мы можем... Нет, мы не можем, короче, поворачиваться. Пока, короче, какое-то начало. Игра, кстати, вся состоит из стихов. То есть все диалоги, они, насколько я знаю, в стихах. Так. Это, короче, скорее всего, вот эта машина для свиней. Что-то происходит непонятное. Жойстик дрожит прям. Папа, папочка! Ну... Звуковая составляющая, да, не уровни, конечно, последней амнезии. Так. Так, ага, я вроде бы как очухался, да? Пока очень темно. Фонарика у меня никакого нету. Запись у нас идет. Буду, наверное, по минут 30-40 делать серии. Посмотрим. Насколько я знаю, игра не короткая, но она прям уровня Сомы должна быть, как мне говорил автор канала Фитц. Кстати, его канал, если что, есть в описании под видео. Кому зашла амнезия, кто, допустим, сам проходил, я рекомендую ознакомиться с его каналом. Даже те, кто, допустим, наблюдали мое прохождение Сомы, тоже обязательно к прохождению. К тому, чтобы посмотреть. Так, удерживайте R2 и двигайте правый джойстик, чтобы открыть или закрыть дверь, в зависимости от того, куда вы смотрите. Так. Пока у меня фонарика, короче, никакого нету, я не могу ничего здесь брать. Слушайте, это какая-то клетка. Так. Очень интересно. Все темно. Ага, я вижу какую-то записочку. Давайте почитаем. 24 июня 1890... Ой, 1989 года. Во снах я вижу человека в шкурах ягуаров, в перьях. Он похож на забрызганного кровью святого. Что и зашло от сердца. Явилось для нас смазкой. Сокрушило зло тяжелой поступью и освободило всех нас. Так, видимо, я где-то потерял нить, где должно быть стихами, ладно, читаем дальше. Внутри моего лба поселилась зловонная жара джунглей. В висках стучит, в черепе закипает кровь. Такое чувство, что внутри есть что-то живое. Проклятая крыса. Голодающая мой мозг. Прогрызающая путь наружу. Даже Опи не может заглушить ее безграничный голод. Я слышу, как мои дети играют на чердаке, но вместо любви меня переполняет ужас. Откуда во мне столько отчаяния? Все, почитали и записочка исчезла. Ага. Ну да, графоний здесь ожидает. Желать лучшего. Но не суть. Не в графоне. Дело. Так, мы можем все перемещать. Так. Опа. Библия. Здесь у нас тоже что-то можно открыть. Опа. Это маска свиная. Да? Сейчас, погоди-ка. Отставим немножечко. А взять мы маску, наверное, не можем. К сожалению, странно. Мы не можем взять маску. Здесь что у нас? Здесь тоже какие-то книжечки. Так. Какой-то шкафчик. Короче, мы проснулись в какой-то спальне, где... Ага. То есть он для себя сделал клетку какую-то, что ли? Так. А мы здесь можем что-нибудь? Свечку зажечь, например? Нет, не можем. Так. Здесь... Опа-опа-опа. Че-то, че-то, че-то? Где-то я тут провел, так и... Так, ну это стул. Это не прикольно. Я еще что-то, короче, сделал. Ладно. Короче, мы очутились в... Проснулись, точнее, в собственной... Комнате, я так полагаю. О-о-о. Папочка, найди нас. Так, журнал. Добавлено воспоминания. Проверьте их, если вдруг застрянете. Так. Найденные документы. Есть, короче, у нас воспоминания. Горячечные... Галлюцинации. Я просыпаюсь один. В наполненном тишиной доме. Отсутствующий звук играющих детей напоминает темную могилу, которая призывает меня спуститься в землю, туда, где можно найти лишь трупы. Неважно, мои дети зовут меня, и я их не брошу. Я найду их. Вот так вот. Так, окей. Ладно. Воспоминания мы посмотрели. Фонарика пока у меня также нету. Мы в какой-то комнате. Я так полагаю, это дом вот этого чувака, за которого я играю. Жутко. Так. Ну, мы, скорее всего, как и в Амнезии Возрождения, выпили эликсир Амнезии, для того, чтобы забыть вообще, что произошло. Опа. Еще одна комната. Я держал тебя за руку и смотрел, как кровь просачивалась у тебя между ног. Ты прожила достаточно долго, чтобы увидеть Эдвина. Но не другого. Я позабочусь о них, дорогая. Я тебе обещаю. Это, видимо, он для своей жены какие-то послания оставил. Ну, слушайте. Да, я смотрю, везде вот эти вот головы свиней имеются. Тихо. И здесь тоже, короче... На всех кроватях клетки. Это очень странно. Да закройся ты уже, хоре. Так, что у нас здесь есть еще? Блин, ну вот фигово то, что фонарика нет. Здесь тоже, кстати, закрыто все. Отчетчики лежат. Я так полагаю, что-то у него с женой тоже произошло непонятное. Очень темно так. Странно. Стул можно взять, короче. А вот эту голову свиньи нельзя. Окей, ладно. Это значит комната его жены. Здесь у нас все заколочено. Жутковатое зрелище. Кстати, спасибо еще раз хочу сказать Фитсу за то, что он мне сказал, что коллекция амнезии продается за 101 рубль всего лишь. И я сразу себе, конечно же, ее приобрел. Так, окей, подожди-ка. А вдруг там... Вот, здесь у нас ванная какая-то. Ну, слушайте, этот чувак хорошо жил, я хочу сказать. Ага. Здесь он детишек мыл. Что-то воспоминания какие-то. Так, окей. Здесь мы ничего открыть, к сожалению, не можем. Просто после сомы, после амнезии хочется, конечно же, все изведать, все пооткрывать. Прыгать мы можем? Мы можем прыгнуть. Но вот туда он, собака, не спрыгнет. Скорее всего, ладно. Окей, скорее всего, нам нужно идти вот сюда. Папа, папа, сюда. Еще, кстати, непонятно, кто мы. Дело в том, что я даже смотрел, короче, видео у Фитца на канале о сюжете этой игры, но... Кто-то ходит. Дверь, короче, не открывается. Так, прежде чем зажечь лампу, ее нужно найти. Собака, блин. Так, короче, это, скорее всего, какая-то детская одна из... Блин, неужто... Меня напрягает, короче, то, что у меня фонарика никакого нету, блин. И вдруг здесь что-то может оказаться полезное. Вроде бы, графон-то такой средний, но... чисто из-за атмосферы прям мурашки по коже. Так, у меня, короче, какое-то воспоминание. Вот, чердак и детская. Но они спали на чердаке, когда были совсем маленькими. Может, они туда спрятались? Я помню, что я настоял на этом, когда направлялся из спальни в кабинет. Так, окей. не открывается. Короче, мне надо, значит, вниз все-таки. Кто-то ходит, блин, я слышал. Может, кто-то внизу? Подожди-ка, может быть, здесь что-нибудь сломано, и я могу спуститься туда вниз? Реально очень темно. Нифига не видно, но тут я был уже. Понятно. Я почему-то думал, что, наверное, этот шум был, может, кто-то упал или что-то сломалось, короче, тогда я смогу спрыгнуть просто вниз. А, подожди. Вот оно, блин. Вот про какой чердак он говорил. Сюда идет плохой человек. Почему плохой? О. Опа! Кто-то пробежал. Вы подобрали лампу, когда она направлена заправлена маслом, ее можно зажечь, нажав на квадрат, или выбрав ее в инвентаре Bad Action. Так, окей. Слушай, здесь какая-то пыточная прям. Так, еще одна записочка. дневник Эдвина и Еноха. 11 октября 1899 года. Папа сказал, что в этом году Рождества не будет, потому что он слишком занят. Няня говорит, мы не должны его отвлекать, он так занят. Утром он уходит, пока мы еще спим. Вечером мы часто засыпаем, не дождавшись его. В саду мы нашли птицу со сломанным крылом. Она сказала, что птица грязная и ударила ее скалкой. Когда все уснули, мы пробрались вниз по лестнице, чтобы похоронить ее. В саду была свинья. Мы слышали, как она сопит. Потом пришел папа и сказал, чтобы мы быстро шли в дом. Он был в ярости, но, по-моему, он снова плакал. Так. А как я могу узнать, что у меня, допустим, закончится. Опять это, короче, свинья. Звук какой-то шкатулки, что ли. Ну, слушайте, здесь кто-то пробежал. Возможно, это как раз его дети. так, ладно. Очень-очень странно и непонятно. Проходим дальше. Так, чтобы толкать, удерживайте R2 при движении ли он джойстиком. Так. Опять, короче, мы куда-то пришли, непонятно куда. Слушай, а куда исчез? А, вот оно. Папочка, мы прячемся. Опять эта маска свиная. Так. Блин. Так, где-ка я выйду? Короче, мы сейчас ходим по какому-то чердаку, где я, получается, выступаю за отца и я попросил детей здесь спрятаться. Что за дела? Так. Да, текстурки, конечно, такие себе, но не за текстурки мы любим Frictional Games. Получается, они свое детство провели здесь. Так, а что здесь за... записка, нет? очень странно. Очень странно. Так, туда я, скорее всего, потом пойду. Здесь у нас ничего нету. Окей. Мне нравится то, что у лампы заряд масла не кончается. Не то, что в амнезии возрождений там чуть что. Как будто кто-то еще выше ходит там. В амнезии возрождении достаточно быстро заканчивалось заряд лампы вот этой. так. Да, йокарный бабай. Бутылки кто-то любил подвыпить здесь. Так, все, три ящичка всего лишь у нас. Здесь опять забаррикадировано все. Либо это я хожу и пол скрипит поэтому. Но здесь смотрите, на кровати никакой решетки нету. То есть мне туда наверное спускаться надо, да? Тоже короче дверь закрыта. Какой-то щит. Здесь тоже дверь закрыта. Мы в каком-то доме короче находимся. Причем это здоровенный дом. Папа! у меня мурашки по коже от каждого их слова. Че-то я не это стихов не чувствую. Кто-то играет на пианино? Ну слушайте, этот чувак очень хорошо жил. Судя по всему. Вы не против если я запишу? На мой взгляд ах у вас есть эта замечательная штука? Это по моим собственным чертежам профессор вместе со всем очень полезная штука. Вы конечно понимаете зачем господин министр прислал меня и что они обеспокоены. это что-то типа рекордера? Прикольно. Я вот не успел почитать но это какое-то послание было. Часики работают. Кто-то играет на фортепиано либо на рояле. Я бы еще раз хотел послушать а то я мог что-то реально пропустить полезное. Так окей. Что такое? Ух ты. Это что-то упало да? Блюх муху страшно ты как лампа ладина. Так здесь вот у нас что-нибудь есть. Что-то не можешь открыться. здесь здесь у нас дверка закрыта какие-то доски лежат. Но походу вот сюда нам надо. очень очень странно. Очень странно. Опять никаких этих нету. Очень много картин чувака. опять у нас дверь открыта. Блин вот. Но это видимо что-то с этой машиной произошло. Алло. великий фрукт орлиного кактуса помоги нам. Что? Великий фрукт какого-то кактуса чего-то помоги нам. Так окей снова короче ящички давайте пооткрываем. Опа записочка. 7 ноября 1898 года. Банк отказал в кредите. Невежественные скоты. По ночам когда и дети и слуги спят и не слышат меня я сижу один и плачу. Любимая как ты мне сейчас нужна? Они говорят что я промотал свое состояние что вложившись в эти новейшие машины я погубил репутацию семьи. Что? Мне стоило остаться мясником? Что значит две руки по сравнению с множеством других? Что можно применять бесплатно без устали? Приспосабливаю механизмы ткацких станков и мельниц но если банк не пойдет навстречу всему наступит конец пусть только придут ко мне домой клянусь я убью их убью их всех возьму свое ружье ружье жестокий чувачел это был и видать любил подбухивать так куча книжечек вот ружье кстати можно ружье взять удерживайте и двигайте что это такое ведь только это то есть погоди тут возможно какой-то потайной этот открывается ага в натуре так здесь у нас ничего не открывается подожди прежде чем я туда пойду я хочу здесь осмотреться вдруг я какую-нибудь записочку мог пропустить короче это его дом ого офигеть эй слышь пацан стоям бай не понял так ладно звуки еще такие жуткие непонятные о записочка механизм и душа замена неудовлетворительна сильно напоминает насос лучше кишечник как ленточный червь уже несущий в себе чужеродную жизнь латунь лучше прочнее меди волокна пришитые костям ну я насколько знаю здесь потом появится монстры которые состоят наполовину из человека наполовину из свиньи в извлечении костного мозга иглой заложен потенциал непосредственная составная замена среагирует на электромагнитное возбуждение для повышения отдачи сыворотка дает ускоренную перестановку что за 2-3 дня приводит к естественному движению подопытным все равно приходится удалять лобные доли чтобы снизить эмоциональное потрясение после реактивации будь оно все проклято будь проклята эта убогая душа почему она не механизм короче чувак какими-то опытами занимался походу опа это восходящая эпоха эпоха разума разросшаяся империя готова к кровопусканию как будто он наблюдал или кто-то наблюдал за тем что здесь творится типа ойё я думал сначала это ребенок а это нет это не ребенок так слушайте он он был немножко извращения так это возможно он как раз а может быть и нет так странно странно девки пляшут обратно можно а понятно дверь короче открывай все я понял короче я еще куда-то пришел тихо тихо вот почему короче так много картин потому что он сквозь эти картины за кем-то наблюдал за кем непонятно короче мы дошли до какой-то двери прогулка по кукольному дому лили бет лили мандус похоронено здесь 26 сентября 1890 года ангелы оплакивают тебя твои зубы проданы а деньги пожертвованы бедным на куклы короче у главного героя или вот хозяин этого дома умерла жена я так понял что с ней произошло тоже пока что непонятно кукольный домик какой-то вот кстати несмотря на то что игруха достаточно старая загрузка довольно таки долгая что ж я предлагаю на этом моменте закончить это было у нас ознакомительное так скажем путешествие по вот этому вот домику пока все непонятно но очень интересно ладно народ на этом пожалуй все если вам интересно продолжение обязательно ставьте большие пальцы вверх пишите свои мысли в комментариях по поводу этой игры кто с ней сталкивался кто может быть проходил на ПК на ПК ее можно скорее всего скачать какую-нибудь ломаную или купить за сущие копейки в стиме потому что там значительно все дешевле и я думаю что на старых устройствах она себя вполне будет хорошо чувствовать блин сказал на старых устройствах как будто ПК прям это мобильные смартфоны вот что ж на этом все с вами был по прежнему фликер всем пока пока